Привет! Вы на одном из лучших технических каналов в канале компании «АвтоСтронг». У компании «АвтоСтронг» полноценные склады в Москве, в Питере, а также вот такой здоровый склад в городе Минске. Так что звоните нам, пишите и помните, у нас есть быстрая доставка. Перед каждой съемкой мы думаем, чем вас порадовать. Сегодня мы приготовим для вас что-то очень интересное. Встречаем Alfa Romeo 2.0 Twin Spark. Двигатель, который мы будем сегодня разбирать, относится к семейству Twin Spark. Twin Spark переводится как двойная искра. У этого двигателя действительно две свечи на один цилиндр. Вообще двигатель Twin Spark компания Alfa Romeo разработала еще в 1914 году. К подобному решению для автоспортивных двигателей они вернулись в 1960-е годы. А в 1986 году они представили первые серийные двигатели с двумя свечами на цилиндр, чтобы вписаться в более жесткие экологические нормы. Чисто технически две свечи зажигания, обеспечивающие две последовательные либо одновременные искры, позволяют бензиновому двигателю лучше работать при бедной смеси. Также две свечи зажигания увеличивают скорость сгорания топливовоздушной смеси, что в свою очередь позволяет уменьшить угол опережения впрыска, что в свою очередь даст прибавку в мощности. Все массовые серийные двигатели Twin Spark были четырехцилиндровые объемом от 1.4 до 2.0 литров. Изначально были двигатели с одним распредвалом и двумя клапанами на цилиндр. Позднее были 16-клапанные. Также в семействе были двигатели с алюминиевыми и чугунными блоками, а также с цепным и ременным приводом. Мы разберем одну из последних модификаций двигателя 2.0 Twin Spark, снятый Alfa Romeo 156 2001 года. Двигатель у нас нетоварный, с косичками, поэтому сейчас мы его разберем и поговорим о всех его врожденных недостатках. Капризный двигатель Alfa Romeo может не заводиться по ряду причин. То есть если выйдет из строя датчик положения коленвала, а также датчик охлаждающей жидкости, а также антенна иммобилайзера. Проще всего диагностируется датчик положения коленвала, то есть загорается Check Engine и двигатель не заводится только на горячую. Ну что, начинаем нашу разборочку. Третья модификация 16-клапанных двигателей 2.0 Twin Spark появилась в 2000 году. Отличие – электронная дроссельная заслонка. Бывает такая ситуация, когда мы едем на передаче, потом скидываем на нейтралку и обороты начинают плавать. Причина может быть в клапане системы вентиляции картерных газов, которые находятся позади дроссельной заслонки, а именно в пружинке. Пружинка ослабевает либо засоряется. Из-за этого нарушается регулирование разряжения картерных газов. Клапан можно поменять целиком, то есть купить новый, либо же растянуть и почистить эту пружинку. Но такого ремонта хватит, скорее всего, на полгода. Если Twin Spark держит повышенные холостые обороты, то причина может быть в датчике массового расхода воздуха, а также в датчике температуры антифриза. Также, если расходомер неисправен, то двигатель может плохо тянуть на холодную, а также издавать хлопки при резком нажатии на акселератор. На двигателях Twin Spark 8 свечей, которые обслуживают четыре катушки. До 2000 года на двигателях Twin Spark использовались смежные катушки. То есть одна катушка дает две искры в разных цилиндрах. Но в одном цилиндре искра рабочая в конце такта сжатия, а в другом цилиндре искра холостая в конце такта выпуска. Но с 2000 года под нормой Евро-3 на двигателях Twin Spark одна катушка обслуживает две свечи одного цилиндра. Скоро мы покажем, как эти свечи размещаются в ГБЦ. Только не переключайтесь. Основная свеча 14 миллиметров, дополнительная свеча 10 миллиметров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На двигателях Twin Spark 1.8 и 2.0 используется пластиковый впускной коллектор изменяемой длины. Вот актуатор и вот шток. На малых и высоких оборотах воздух идет по коротким каналам. На средних оборотах по длинным каналам, что обеспечивает лучшее наполнение цилиндров за счет ускорения потоков воздуха. Управление заслонками осуществляется вакуумной системой, которая управляется электроникой. Система в принципе надежна, но иногда заклинивает вот этот шток, либо может пропадать вакуум. Впрыск здесь распределенный. Форсунки имеют свойство загрязняться, при этом помогает только их замена. С 2003 года итальянцы начали переходить на новые двигатели с нормальным количеством свечей и непосредственным впрыском. Под кожухом ГРМ мы видим два ремня. Один непосредственный ремень ГРМ, а второй ремень, который приводит балансированные валы. Менять ремень ГРМ нужно каждые 115 тысяч километров либо раз в пять лет. Но специалисты рекомендуют сократить этот срок вдвое, потому что считают этот ремень очень нежным. Также заметим, что в приводе ГРМ нет меток нигде. И чтобы правильно совместить валы, надо использовать специальные фиксаторы валов. Хотя если вы меняете ремень, не снимая шкивы, то можно нанести метки самостоятельно и выставить ремень по меткам, как здесь уже сделано. Только двухлитровые Твинспарки оснащаются балансированные валами. Этот ремень надо менять каждые 115 тысяч километров, хотя его обрыв никакими проблемами двигателю серьезными не грозит. Но если он неудачно порвется, то попадет под ремень ГРМ и тогда серьезных проблем с двигателем не избежать. ГБЦ на 16-клапанных двигателях Твинспарк одинаковые. Отличаются не только распредвалами, а именно высотой кулачков. На 1.8 и 2.0 распредвалы одинаковые. Привод клапанов осуществляется гидрокомпенсаторами, помещенными в толкателе стаканчики. Это стандартная схема для двигателей, которые работают на высоких оборотах. То есть отсутствует дополнительной массы, то есть рокеры. Однако там, где нет рокеров, нет и роликов, а значит трение между кулачком и стаканчиком значительное. Есть слабое место. Гидрокомпенсаторы высоко выступают из стаканчиков, и это может привести к подклиниванию из-за высоких нагрузок. Изношенный гидрокомпенсатор издает четкий и ритмичный звук, и менять его надо незамедлительно, потому что начинает изнашиваться соответствующий кулачок и гнать стружку. Распредвалы двигателей «Твинспарк» пользуются отличным спросом в компании «АвтоСтронг». Моторы «Твинспарк» часто подводят качество изготовления. Направляющие клапанов и распредвалы не очень-то надежные и долговечные. Еще один источник хлопот – фазовращатель. Фазовращатель устанавливается на всех двигателях «Твинспарк» с 1998 года. Конструктивно он напоминает фазовращатель на двигателях «Вольво». Смещение шкива осуществляется порцием, который на косых шлицах проворачивает корпус муфты. Так вот, из-за износа шлицов и шестерен эта муфта едва доезжает до 150 тысяч километров, хотя начинает барахлить уже на 80 километров. Изношенная муфта издает стрекочущие звуки, но хуже всего, что через ее сальники убегает масло, которое должно попадать в ГБЦ. Низкое давление масла приводит к износу распредвалов. Сильно изношенная муфта люфтит и может вызвать перискок ремня ГРМ, но в данном случае муфта у нас в порядке. Муфта управляется соленоидным клапаном. Он, в принципе, надежный, но нередко по его уплотнениям просачивается маслом. По состоянию кулачки у нас сохранили форму, но видны небольшие раковины и такие царапины. Но это не удивительно, потому что в масло этого двигателя попала жидкость. Скорее всего, это антифриз. Обильный масляный нагар на клапанах свидетельствует о хорошем масляном аппетите в этом двигателе. Но про масложор чуть позже. Сейчас о свечах. Основная свеча стоит в привычном месте для двигателя с четырьмя клапанами на цилиндр. А маленькая свеча, которая 10 миллиметров, спряталась немного сбоку. Фактически количество свечей на этом моторе никаких проблем не вызывает. Только приходится платить в два раза больше при их замене. И вот о чем мы говорили. Направляющие клапанов на этом моторе не особо надежные, поэтому некоторые клапаны уже сидят с люфтом. По состоянию у нас есть три одинаковых цилиндра. Хона в них отсутствует напрочь. И есть цилиндр с треснувшей гильзой. Через эту трещину в цилиндр попадал антифриз, смешивался с маслом и была нарисована поршнем. Вот такая картина. Собственно, через эту трещину антифриз еще попадал в картер двигателя и примешивался к основному объему масла. В поддоне мы видим ту самую эмульсию и куски поршня. У нас уникальный и очень сильный итальянский двигатель. То есть один вкладыш протерт до меди, а второй вкладыш не протерт. Мы наблюдаем облегченную конструкцию поршня. Видите, очень короткие юбки. Что мы имеем? Разрушенный поршень четвертого цилиндра и остальные поршни в клочевом состоянии, то есть с изношенными юбками и закоксованным маслосъемным кольцом. Что неудивительно, потому что маслосъемное кольцо коробчатой конструкции с очень тоненькими отверстиями для отвода масла. В принципе, из-за такой конструкции маслосъемных колец этот мотор и подгидает масло. К нашему удивлению вкладыши первого и третьего цилиндра протертые до меди. Важная информация. Поршни на моторах Twin Spark под Euro 2 и Euro 3 отличаются. У нас поршни под Euro 3. Естественно, они более никудышные, то есть они легче, короче и маслосъемное кольцо тоньше. На Euro 2 3 миллиметра, на Euro 3 2 миллиметра. На Euro 3 можно установить поршни старого образца, но при этом надо поменять прокладку ГБЦ. Прокладка на Euro 3 0,38 миллиметров, а на Euro 2 практически 2 миллиметра. Двигатель 2.0 Twin Spark получился из двигателя объемом 1,8, то есть увеличением незначительным диаметра поршней 1 миллиметр и значительным увеличением хода поршня. При этом шатуны не менялись и это привело к тому, что двигатель получил крайне неудачную для бензинового мотора геометрию. Есть такой технический параметр RS. Это отношение длины шатуна к ходу поршня. Так вот, если на двигателе 1,8 этот параметр равен 1,75, то на двигателе 2,0 этот параметр равен 1,59, а это характеристики уже тракторного дизеля. Отсюда много технических проблем. Первое. Поршень короткий, шатун короткий, ход поршня увеличился и за счет этого шатун раскачивает в цилиндре поршень сильнее. Второе. При низком параметре RS поршень испытывает резкие ускорения, что очень сильно награждает весь кривошипно-шатунный механизм. То есть двигатель испытывает колоссальные нагрузки от резкой смены ускорений, что буквально колотят и бьют его коленвал. И вероятно, для смягчения таких нагрузок итальянские инженеры были вынуждены использовать балансированные валы именно в двигателях 2,0 Twins Park. В общем, неудивительно, что этот мотор еле дохаживал до 250 тысяч километров без капиталки. Его сваливал либо масложон, либо разрушенные вкладыши. Износ коренных вкладышей на этом моторе нас ничуть не удивил. Все вкладыши изношены, а вкладыши на третий коренной шейке провернуты. Разборка закончена и надо отметить, что двигатель 1,8 Twins Park не имеет таких проблем, как двигатель 2,0 Twins Park. Если вы хотите знать о моторах, обязательно подпишитесь на наш канал, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас только хорошие запчасти и помните, с вами была есть и будет компания «АвтоСтронг-М». Субтитры создавал DimaTorzok